Работая над фильмом, Яско-Кишиневская операция «История Молдовы» находится на завершающем этапе, но приоткрою завесу. В нем расскажем о месте Молдавии в Великой Отечественной войне, как она, война, повлияла на нас и что мы сделали для победы над нацизмом. Но у фильма четкий хронометраж, потому приходится жестко отсеивать некоторые сюжетные линии и детали. Жаль неимоверно, тем более, когда продолжаешь погружаться в тему. Потому я решила самостоятельно отдать должное тем и тому, кто и что в фильм не попадет. Вслед за основным фильмом выйдет проект «Сателлит» о работе над ним и о том, что остается за кадром. В поисках живой истории я отправилась в село Елизаветовка Дандюшанского района. Это продолжение цикла о молдавских партизанах и сопротивлении местных жителей во время войны. Хотя у елизаветинцев к 1941 году был накоплен богатый опыт подпольной работы. Подробности в сюжете. Елизаветовка никогда не была среднестатистическим селом. Когда-то в Сорокском уезде, теперь в Дандюшанском районе. Доберите выше, в республике, в стране. Здесь самая высокая концентрация потомков подпольщиков и партизан. Взять, к примеру, местного примара Валерия Александровича. Тоже ведь сын подпольщика. Мой отец в 30-е годы был подпольщиком от комсомольской организации села. Чем занималась подпольная организация? Подпольная организация в те времена занималась. Листовки раздавали, правду о румынских оккупантах разносили людям. Наша подпольная организация была и комсомольская в селе, и партийная. Когда им давали задания, они ишли в Соровский, когда был Соровский въезд. А тут обрали листовки. И так по дороге они пешком ходили, хотя тут 50 километров. Фотография отца примара на почетном месте в местном музее. Да здесь каждый житель может найти своих родственников. Одни входили в подпольную организацию в межвоенный период при румынах. Другие ушли на фронт в Великую Отечественную. Были время по войне подпольщики тоже, потому что подпольная, это как династия шла. Отец сыну передавал, сыну уже своему сыну, и так вот сохранилось. Потому что в нашем селе, в нашем селе, два орденоса Ленина, два красного знамени, шесть человек было. Колхоз Большевик был миллионером в то время, был колхоз миллионером. Почетная грамота ВСПС из Москвы вот была. Занимали первые места в республике по надуям молока и его ржаи. Неудивительно, что первый колхоз в 1940 году появился в Елизаветовке. С нашего села очень много людей стали председателями колхозов, секретарями партийных организаций по Молдавии, не только в районе, но и вообще по Молдавии. Ну, я знаю, вообще люди у нас сильные духом, патриоты своей родины, любят родину. Ну, я не знаю, мне кажется, что поэтому и так вот была Елизаветовка. На отдельном стенде фотографии Елизаветовских мучеников. 23 человека, все мужчины. Расстреляны немцами 8 июля 1941 года. Какая за ними была вина и была ли, никто никому не объяснял. Как говорят, без суда и следствия. Версии разные, но случилось то, что налетели самолеты. Здесь как раз стояли немецкие войска. И обстреляли. Погибло много, в общем, немецких солдат. И сразу на следующий день началось это. Собрали всех людей и начался расстрел. Но говорят еще, что у немцев была карта, на которой Елизаветовка была обозначена красной. Такая еще версия. То есть были неблагонадежными? Да. Военный музей размещается в здании гимназии. Она попала под оптимизацию. Это больная для елизаветовцев тема. На доске в холле еще висит расписание уроков. Помещение в идеальном состоянии. Фотография Симы Иосифовны на школьной доске почета. До пенсии она преподавала русский язык и литературу. Вела младшие классы. Сюда же пришла потом работать ее дочь. Ощущение, что школа просто на летних каникулах. А 1 сентября для трех елизаветовских первоклассников впервые зазвенит в звонок. Для нашего села, для нашего подрастающего поколения, особенно для учеников, которые учились. Это было большое патриотическое воспитание, конечно. Очень жарко, конечно, что школа не работает и столько материалов тут есть хранится. Это было бы в дальнейшем большим подспорьем, но так случилось. И надеемся, что может когда-то все-таки еще откроют школу, все возобновится, жизнь по-старому, начнется все по-новому. И музей сохраняли как можно. Очень тяжело смотреть на это. Столько труда, столько средств, столько... И родители старались. У нас каждый год делали внутри родителей ремонт. У них каждый хотел, чтобы дети пришли 1 сентября. Да, хорошего оборудования, красивый, чистый, светлую школу, чтобы можно было смотреть и учиться хорошо. А сейчас уже просто идем, смотрим и как душа болит. В таком же идеальном состоянии памятники погибшим во время войны. Их два – захоронение 23-х расстрельных елизаветовцев и небольшой мемориал в памяти ветеранах. А иначе не поняли бы односельчане. Здесь живет всего 700 человек. Все как на ладони. Все друг о друге знают. И радуются вместе, и горюют, и поминают погибших. Тоже всем селом. Потому что боль и счастье общие. У нас никуда не было грустя. У нас никуда люди не закрывали двери. У нас ставили метелку на дверь и уходили. А сейчас? А сейчас так же... А сейчас так же самое. Калитку можно от одного двора до последнего провести. Потому что не ходят через дорогу. А друг у друга калитки сделают, друг у друга. Так вот и счастье сохранилось. В старые времена. Ну что ж, и я заглянула в елизаветовские дворы. Одним глазком, как полагается гостю. Крепкие хозяйства. Все чисто, добротно и открыто. Потому что здесь нет посторонних. Все свои. Впечатление от посещения Елизаветовки, знаете, как жарким-жарким летом. Дождь, прохлада, очищение. Люди абсолютно ненамерены переписывать свою историю. Какой бы ни был строй, они живут так, как они считают верным и правильным. И точно так же воспитывают своих детей. Вот это настоящая преемственность. Вот это настоящие традиции. Вот это верность самим себе. Классное село. Елизаветовка.